Кэтлин Брайтман, вместе с супругом Артуром, основавшая блокчейн-проект Tezos, подписала обязательные для исполнения соглашения о передаче части средств, вырученных в ходе начального размещения монет, ИКО, в пользу благотворительной программы Founders Pledge, пишет CoinDesk. Tezos привлек 232 миллиона долларов в середине 2017 года и стал на тот момент крупнейшим ИКО-проектом в истории. Брайтман утверждает, что она не торопится реализовывать собранные средства. Я пока не воспользовалась правом получить вознаграждение, но подписала обязательства, пояснила она. Думаю, многим предпринимателям в этом пространстве стоит рассмотреть такую возможность. Размеры пожертвований будут зависеть от успехов Tezos в ближайшие годы. По условиями Ко-компании, Tezos Foundation выкупит фирму Dynamic Ledger Solutions, ДЭС, 90% которой принадлежит Брайтманам. Транзакция должна быть осуществлена по истечении четырех полных лет и после удовлетворения блокчейном Tezos определенных критерий в контексте производительности. Если бы продажа была осуществлена в день закрытия ИКО, Брайтманы получили бы 17,7 миллиона долларов и 68 миллионов ксезда с стоимостью 97 миллионов долларов по текущему курсу. Кэтлин Брайтман согласилась пожертвовать 15% от причитающейся ей суммы. Фаунда сплетж привлека. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok